Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале «Всё сначала», с вами Екатерина. Сегодня я хочу показать, как я готовлю Пасху творожную. Всё дело в том, что, вы скажете, это, наверное, тётка сошла с ума. Нет, не сошла. Всё дело в том, что на Пасху мои дети не приезжали. А вот во вторник будет Радовница, и дети, опять-таки, ко мне не приедут. Но внучка и дочка очень просили, что я бы для них приготовила Пасху. И передала. Я вам покажу, как я готовлю именно заварную творожную Пасху. Для этого нам понадобится 800 грамм творога. Вот я его через сито, вот такое у меня сито, я его перетёрла вот сюда в кастрюлю. Кастрюлю берите с толстым дном, чтобы она не так быстро прогорала, и не берите посуду эмалированную. Можно это дело делать блендером. Я пробовала, но там получается такая размазня. Так, для того, чтобы дальше нам это всё дело собрать, 800 грамм творога, 160 грамм сахара, 3 желтка и одно полное яйцо. Я всё под видео, а потом пропишу. Так, добавляем сюда сахар, добавляем ванилин. Обязательно кладите немножечко соли, потому что соли, если нет, то оно тоже тогда чувствуется не очень-то хорошо. Вот это вся история. Так, яйца, их ничем не надо избивать, ни миксером, ни блендером, вот так вот вилочкой смешать. Вот соль, сахар и вот это вот в однородную такую массу. Мы всё это перемешаем, добавим сейчас быстренько. Вот так вот сюда. Это совсем не обязательно, пену им избивать не надо. Вот, всё добавляем в творог. Теперь мы добавляем 180 грамм сметаны. Сметана желательно пожирнее, но у меня вот сегодня такая 16-процентная. Ну, это не страшно, не смертельно, можно добавить любую. Но лучше, когда она более жирная, тогда, конечно, меньше будут сыворотки. Ну, надо добавлять 160 грамм. Тут 380, но можно я трохи больше добавила. Ничего, от этого хуже не станет. Так, сейчас мы всё это перемешаем. И сюда добавляем 160 грамм масла. Тут у меня немножечко больше будет, чем 160. Ну, мы оставим его столько. А это всё вот так вот мы его порежем. Масло комнатной температуры, растапливаясь масло. Нет никакой необходимости. И, конечно, чтобы оно не было ледяным, это масло. Всё. С этим мы справились. Вот. Опять всё тщательно перемешиваем. Вот так вот разотрем масло. Оно растирается, потому что оно тёплое. Тёплое. И сейчас мы с вами поставим эту всю историю на огонь. Как я вам и говорила, что это пасха заварная. Можно её готовить так. Ну, я по-разному готовила. Но больше всего мне нравится вот такая вот. Огонь не надо большой сильно делать. Огонь большой не надо. Такой вот средний, чтобы оно медленно. И когда мы поставим на огонь, всё время надо мешать. Всё время, не отходя. Всё время, всё время мешаем, мешаем, умешаем. Как только у нас, на нашей творожной массе, появятся первые такие пузырьки. Первые не надо, чтобы вот так вот уже около стенок. Мешать нужно всё время. Нет, хозяина, одну секунду. Как только появятся первые воронки, такие маленькие, сразу мы газ отключаем. И переставляем в воду со льдом. Холодную воду со льдом. И мешаем до полного остывания. Воду можно менять, можно льда побольше. В общем, нужно его охладить. Вот так вот помешивая всё время до полного остывания. И я ещё забыла такой момент вам сказать. Когда выключили газ, уже вся эта наша творожная масса готова. Мы даже должны передвинуть на соседнюю конфорку или поставить на подставочку, кастрюлю. И добавить туда, можете добавлять цукаты, можете добавлять мак, можете добавлять курагури нарежьте. Можете изюм добавлять. Что можно орехи. В общем, всё, что сочетаемо с творогом, всё можно сюда добавлять. Я добавила изюм. Вот. Потому что другого у меня ничего нету. И я добавила то, что у меня было. Теперь. Вот такая вот конструкция я настроила. Вот такая у меня пасочница. Я сюда положила мокрую марлю. Это вот друшляк, это салатница. Вот такая вот чудная конструкция. Сейчас мы сюда вот эту всю массу нашу творожную перельём. Она охладилась уже полностью. Не пугайте, что она такая вот у нас жидкая. Она такая должна быть. Это всё нормально. Вот как раз такого большого размера пасочница. Сюда надо 800 грамм творога. С этим делом у нас паха закончена. Сейчас мы вот таким образом сверху положим нашу марлю. Вот так вот. Потом набег. У меня такая вот тарелочка маленькая. Вот такая вот тарелочка. И потом я сверху поставлю вот эту баночку. Ну, сначала я это всё поставлю в холодильник. Потому что вся эта конструкция моя может быть рухнуть. Теперь, вот такой момент. Первые вот 2-3 часа. Вы, пожалуйста, если у вас под низом будет ёмкость. Мало там куда сбегать сыворотки. Вы, пожалуйста, потрудитесь и достаньте вот это. А то, что у нас получится, мы увидим во вторник. А сегодня воскресенье, 5 часов вечера. Её нужно готовить всегда впрок, чтобы она хорошенько застыла. Вот всё. Всё. Все продукты, количество я вам пропишу под видео. А теперь всего вам хорошего. Будьте здоровы. До встречи. Ну вот, как я вам обещала. Уже прошло ровно 2 суток с момента приготовления этой творожно-заварной пасхи. И так должно быть желательно, чтобы она не меньше полтора суток, чтобы она была такая хорошая, крепкая, чтобы она не разваливалась. И вот она уже готова. Ну, я вам скажу, это лакомство можно делать не обязательно, это делать в пасочницу, поскольку мы делаем это на праздник. А это можно делать просто как лакомство. И я, например, если готовлю просто детям поесть, я это сливаю, складываю марлю в 4 стволки. И сливаю туда, и подгнёт, и она у меня таким образом стекает, и тоже находится в холодильнике. Ну, меньше, наверное, потому что там получается слои тоньше. И вот так вот получается. Очень мне жаль, что я не могу вам передать вкус. Она необыкновенно нежный вкус. Все продукты я пропишу вам под видео. А пока всего вам доброго. До свидания. Смотрите мое видео. Если что непонятно, пишите, я всем отвечу. Всего хорошего вам. До свидания. До свидания.